С нами Елизабета Абрамян, которая завершила наше соревнование на третьем месте. Наверное, это не совсем тот результат, на который вы рассчитывали. Ну, я, если честно, сюда приезжала, не рассчитывала на первое, я вообще не рассчитывала на какое-то место. Просто приехала играть, получить удовольствие, зная свое состояние в начале турнира, опять же, очень уставшее. Я просто играла, я даже, ну, я очень рада, что я смогла все-таки в тройку попасть, потому что, опять же, каждый матч я перебарывала себя. То есть, вот, в полуфинале играла с Яной Носковой, первые два сета очень хорошо начала, а потом, как будто все, силы кончились. То есть, я постоянно вот себя заставляла, то есть, пыталась себя зарядить, но чувствовала, что ни морально, ни физически, то есть, нет того запаса сил, который я могу сейчас раз и, да, и выдать, и, то есть, помочь себе сама. Вот, ну, в любом случае, я довольна, что игра неплохая, игра хорошая. Единственное, вот эти моменты, это все, отдохнем и все будет хорошо. Давайте напомним, что это уже третий турнир подряд. Вы после успешного чемпионата России, где вы все выиграли, вы тут же отправились в Магнитогорск, где защищали честь своего вуза, вы первокурсница, да, Магнитогорского технического университета, и там вы тоже все выиграли, и сейчас вы тоже попытались все выиграть, но чуть-чуть не получилось. Да, 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 все практически подряд, и вот два дня была дома, практически два дня. То есть, начала отдыхать, потом опять сюда приехала, опять нужно организм оставлять играть. Ну, это все рабочие моменты, то есть, это все все в таких условиях, вот, но чемпионат России очень сложный турнир, то есть, после него всегда, ты как выжатый лимон, всегда нужно, не знаю, на какие-нибудь Мальдивы слетать на недельку, чтобы восстановиться. Вот, но в целом, опять же, я очень довольна и рада, что заняла третье место. Впереди у вас клубный чемпионат, вы будете защищать уже цвета УГМК. Две недели, которые остались до этого турнира, вам хватит восстановиться? Ну, не то, что я буду дома все эти две недели. В Мальдивы не полетите? Нет, к сожалению, не полечу. Мы 18-го числа улетаем в Венесуэлу, 18-го улетаем, 1-го числа прилетаем, 2-го день приезда на тур, со 2-го по 5-й тур, потом там сборы планируются, то есть, опять, вот у меня есть неделя, чтобы отдохнуть, там опять все подряд идет. Сейчас такой период, когда все соревнования подряд, сборы, соревнования, вот. Это ваша работа, да? Да, это работа, ни в коем случае не жалуюсь, просто вот. Статсация фактов. Да, да. Венесуэла, говорят, очень красивая страна, надеюсь, что вам ее покажут, и вы там покажете свое мастерство, посмотрите, как там играют в Латинской Америке, у вас все, все, кажется, совпадет, и будет, вы получите удовольствие. Да, в любом случае, мы давно не выезжали. Приветствую вас, уважаемые друзья, приветствую те, кто недавно присоединился к нашей трансляции из верхних пышмы, где сегодня завершается турнир ТОП-16, и где нам осталось посмотреть матч за третье место у мужчин. Он сейчас начался у первого стола, и осталось посмотреть два финала. Ну да, как бы это громко не сказано было, но реально надоело. Хочется разнообразия какого-то, то между собой мы уже выучили от и до друг друга. Третье место заняла Елизабет Абрамян, переигравшая в утешительном финале, с Ольгой Вишняковой, но у мужчин за третье место. Да, делаем то, что есть. Борются два Максима, Максим Древних и Максим Боков. Спасибо большое, спасибо.